Пирамиды над Кремлем я в курсе делал, а спираль в небе на Норвегии, я не знаю, когда она была. Поэтому вполне возможно, что в конце сентября были уничтожены метеорологические станции, которые создавали искусственный климат, три станции в Норвегии, Гренландии и на Аляске. Еще три системы, которые используют, чтобы манипулировать погодой, чтобы создать глобальное потепление во всем мире. Это очень простая система, действующая на Земле, находятся мощные радиоизлучатели, антенны мощные. А на спутниках, которые висят в синхронных точках орбиты, кто не знает, это точка орбита, на определенное удаление от Земли, когда спутник вращается, он вращается с такой скоростью, как он движется поверхность Земли. Поэтому при движении он зависает на одно и то же, и висит постоянно, хотя он постоянно вращается, движется. То есть, у меня синхронно с поверхностью Земли движется спутник. Вот называется синхронная орбита. Вот все эти спутники, спутниковое телевидение, телефоны, вот все они запущены через такие спутниковые синхронные орбиты системы, благодаря чему мы можем, конечно, общаться и так далее, и так далее. Но параллельно там не только телефоны стоят, понимаете, да? Там стоят еще тоже приемно-передающие аппаратуры. И вот с помощью сигналов мощных излучений, идущих с таких станций, как было в Норвегии, Греландии и Аляске, направляя излучение в определенные такие спутники, там приемные приемные приемные, они собирают и сфокусируют излучение, и формируют так называемые ионные линзы, приемные точки над поверхностью Земли. То есть ионные линзы, значит, убираются озонные слои и так далее, и так далее, и в этом месте начинается выжигаться все Солнце. Понятная история, да? Ну вот, в конце сентября уничтожены были эти станции Норвегии, Гренландии и Аляске. Ну и, как видите, после этого нормальные погоды стали, зима вернулась в Россию, и тогда они только в Россию. И все эти, почему они кричат о глобальном потеплении, хотя климат меняется, и климат меняется, это нормальное явление, не связанное ни с каким-либо глобальным потеплением и тому подобное. А пирамиды над Кремлем, это просто прилетали черненькие, ну и получили по мозгам. Как прилетели, так и улетели, так сказать. Ну это долгий разговор, и думаю, сейчас пока не стоит, очень много тратить времени. Короче говоря, черненькие сейчас, паразиты социальные, их боссы, они приглашали, думали, что время критическое для них пришло. И они пригласили своего босса, чтобы босс помог им разобраться. Ну получилось, что босс сам получил по мозгам. Вот и все. Следующий вопрос. Продолжение следует...